Владимир Путин и Михаил Дегтярёв провели рабочую встречу в режиме видеоконференции. Они обсудили социально-экономическое развитие Хабаровского края. На встрече были озвучены проблемы региона. Подробности у наших корреспондентов. Дороги в Хабаровском крае строятся, пособия на детей выплачиваются стабильно. Система выплаты кэшбэков за летний отдых школьников работает без сбоев, доложил Михаил Дегтярёв. Для жителей севера Хабаровского края с этого года впервые на 10% будет снижен тариф на тепло. Развитие социальной сферы в целом идёт по плану. Хотелось бы к вам обратиться. Письмо я подготовил, чтобы выделить именно Хабаровску, городу воинской славы, дополнительно полтора миллиарда рублей, из которых мы бы в этом году могли 300 освоить и привести в порядок 127 дворов, а в следующем ещё 553. Число безработных из-за ковида в регионе удалось снизить с рекордных 27 тысяч в октябре до 8 тысяч человек. Обманутым дольщикам начали поступать первые выплаты. На нескольких долгостроях возобновились работы. Есть положительные тенденции, они очевидны, имея в виду увеличение объёмов строительства. Это хороший показатель. И уровень безработицы у вас ниже, чем в среднем по стране. И эта тенденция, она имеет место к дальнейшему улучшению. В сельском хозяйстве сокращение производства – одна из причин переувлажнения почв. Миллиаративная система, которая находится в собственности края, построена 50 лет назад и фактически не работает. Отчасти поэтому простаивает больше сотни тысяч гектаров полезных земель. Участки решено отдавать сельхозпроизводителям вместе с системой миллиарации. И будем выходить в Минсельхоз России за субсидиями. Они есть, правительство их предусматривает в федеральном бюджете для того, чтобы уже сами наши фермеры, крестьяне, их чинили, приводили в порядок и увеличивали площади. Михаил Дегтярёв обратился к президенту России с просьбой поддержать проект развития Большого Уссурийского. Достроить дорогу, отсыпать дамбу на острове – всё, что нужно для подготовки к строительству погранперехода. Стоит 13 миллиардов рублей. Второй важный для региона объект, требующий содействия – строительство центра протонно-лучевой терапии для лечения онкологии. Сейчас весь Дальний Восток вынужден ехать за этим лечением на запад страны. Речь о 34 тысячах человек. Работайте достаточно энергично. Я хочу пожелать вам удачи. Знаю, что у вас впереди ещё и предвыборная кампания, которой вы ещё и напрямую, что называется, не занимались. Но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам. Если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу в интересах людей, в интересах жителей Хабаровского проекта. Виталина Кондрахина, телеканал «Губерния».